Луганская СБУ Хозяин будет доволен, а оно получит свой триумф Толковые слова Рюшакова «Быдло» – презрительное обозначение крестьянской массы как безвольного, бессловесного и покорного стада опекаемого помещикам «Быдло» – это обидный ярлык, с которым жители Донбасса ни в какую не хотят расставаться Либералы кричат о том, что не нужно обижать этих нищих обездоленных и несчастных людей которым негде работать и не на что жить Политики внушают нам мысли, что с этими людьми нужно разговаривать и внимательно их слушать А оно тем временем упивается собственной мнимой значимостью и продолжает размахивать флагами своего нового хозяина Истошного пя «Россия» Кого конкретно здесь слушать? «И мы постоянно в таком кипиши, потому что я прямо скажу от народа» «Люди, давайте берем топливо и тупо палим их, палим и палим» «Все, это будет Россия» «Что этого нету такого, которое, блин, мы каждый день, каждое утро должны вставать и думать о чем, о чем мы должны думать» Но разве это Донбасс? Ведь в Донецке и Луганске достаточно нормальных людей которые не жалуются на судьбу, а стараются что-то предпринимать самостоятельно Нормальным людям и в голову не приходит продавать Украину за унизительные подачки Большинство не играет в эти сепаратистские игры потому что имеет представление о чести и достоинстве Рабочая элита Донбасса, шахтеры, с недоверием относятся ко всем этим армиям Юго-Востока и Донецким республикам Шахтеры знают, что если Путин придет на Донбасс, шахты будут закрыты в течение месяца Знает это и Путин, поэтому откровенно плюет на шахтеров Ну что там, шахтеры приезжали, им все равно, они махнут там полстакана и на пляж Мы не можем так подходить, понимаете, к организации отдыха Но быдло, тупое и агрессивное, любит Путина Потому что оно не умеет жить без хозяина Оно не может жить в условиях свободы Оно не может зарабатывать самостоятельно Оно боится брать на себя ответственность за собственную жизнь Зато стремится переложить ее на хозяина Быдлу не вдомек, что сейчас, продавшись за 3 копейки Путину Оно в обозримом будущем имеет шанс получить полностью разоренный, обнищавший и опустевший Донбасс под протекторатом России И тогда быдло очень быстро вымрет, засунув язык в известное место Зато россиянам будет удобно добираться в Крым дорогами восточной Украины Это не просто лексикон или манера поведения Быдло – это система ценностей А в таких странах, как Россия, обыдлячивание граждан является государственной программой Зачем это делается? Все очень просто Быдлом легко управлять Если я хочу властвовать, я должен уничтожить у подчиненных мне народов Все сильное, одаренное, образованное, все лучшее, способное к протесту Останется одно быдло, которое само полезет в ярмо Петр Краснов, 1922 год И не имеет значения социальный статус, воспитание, образование и уровень доходов Нужная хозяину система ценностей плавно внедряется в сознание граждан Всеми возможными способами И на это тратятся миллиарды Обыдлячивание россиян привело к тому, что две трети из них поддерживают ввод войск в Украину Считая власть в Киеве фашистской Это настолько и дико, и смешно, что уже стало системой в России И даже Путин в шоке и уже не в силах сдержать смеха над своим российским быдлом И у нас вот от села до Бельго до федеральной трассы 50 километров А зачем вам машина дали дороги? Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Теперь мало кто не замечает обратного эффекта Эффекта бумеранга Постепенно оно появилось уже и в самых высоких кабинетах Оно плюет на права человека и на его базовые свободы Оно погрязло в цинизме и коррупции Оно плевало на тебя лично Будь ты россиянином, украинцем, белорусом или казахом Оно, потеряв чувство реальности, буквально распухло от своей аномальной напыщенности Оно, космическое по своим размерам, феерическое быдло Пытается справить нужду на весь цивилизованный мир Тушите свет, поперло быдло кверху Как будто дрожжи кинули в дерьмо Россия открывает путь к успеху К крутому и отвязанному чму Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok